В текущей неделе очень богато на события, особенно был богат вчера. Американский рынок, как фондовый, где шло мощное обрушение, так и рынок Форекс. На эту макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов бурно реагировали практически все сегменты глобального рынка, в том числе многие валютные пары на рынке Форекс. Поэтому движение нас по рынке Форекс было очень впечатляющим. Просто не соскучишься. Ну давайте все по порядку. Сначала обсудим план нашего вебинара традиционный. И во главу угла ставим фундаментальный анализ основных мировых валютных пар. Фундаментальный анализ занимается теоретической оценкой стоимости той или иной валютной пары, а затем идет сравнение с его рыночной стоимостью. Если оценочная стоимость получилась выше рыночной стоимости, то эту пару надо покупать. Если же оценочная стоимость получилась ниже рыночной стоимости, то эту пару надо продавать. Вот чем хорош рынок Форекс, в отличие от акций или аббригаций, то тут продавать и покупать можно практически без ограничений. В то время как на фондовом рынке, чтобы получить разрешение на операцию Short Sale, надо приложить ряд усилий, заперекомендовать себя. То есть тогда брокер даст. То не на все акции, но только на те, которые он может шахтить. В смысле в операцию Short Sale. Поэтому Форекс здесь, конечно, имеет явные преимущества. Связано это с тем, что мы продаем одну валютную пару в обмен на покупку другой. А на фондовом рынке нельзя продавать или покупать за воздух. Надо обратной стороной всегда выступать валюта. Поэтому прежде чем что-то продать, необходимо этот товар иметь. На втором месте в плане вебинара у нас стоит корреляционный анализ этих же валютных пар. В чем здесь суть? Суть в том, что по фундаменталке мы выявляем недооцененные или переоцененные валюты. Далее проводим корреляционный анализ этих валютных пар. Если, например, фундаментальный анализ показывает нам пай на американский доллар, то мы ищем корреляцию в паре, например, доллар-иена и фондового рынка. Ну, японского в первую очередь. Если у нас фондовый рынок падает, то, соответственно, корреляционный анализ нам дает сигнал на продажу пары доллар-иена, то есть на выкуп японской валюты. Если же у нас фондовый рынок растет, то, соответственно, у нас иена под давлением и мы покупаем доллар-иена. Ну, в дальнейшем мы увидим, что лучше покупать, конечно, валютные пары, состоящие из высокодоходной и низкодоходной валюты. То есть, например, такие, как австралийский доллар-иена или новозеландский доллар-иена. В этом случае мы имеем еще достаточно серьезные... Вот мне пишут, тут вас не слышно. Все слышно, микрофон работает, у меня индикатор бегает. Алло, слышно теперь? Сейчас, секунду. Раз, два, три. Меня слышно. Эквалайзер бегает, все слышно, че... Что, не слышно или слышно? Пишите, все хорошо. Вот Оксана пишет, все хорошо, слава Богу. А кто же мне пишет, да, и... Хорошо. Вот, нет, меня вот Оксана слышит, все слышат, кто сидит и слушает меня. Тогда, соответственно, проблема у вас на затяжке. Окси Юрий. Сейчас, секундочку. Еще одна оправа пришла. Ага, хорошо. Сейчас, секундочку. Сейчас, все, я... Вот, таким образом, соответственно, продолжаю, раз меня слышно было, то продолжаю. Значит, коррекционный и фундаментальный анализ в итоге задают, как это я называю, внутренний вектор торгов. То есть, мы начинаем понимать, какую валютную пару нам купить, а какую продать. А дальше на аванс сцены выступает технический анализ выбранных валютных пар. Обращая внимание, я перестал самостоятельно заниматься техническим анализом и принимать по нему решение, поскольку рынки сейчас двигаются в турбулентном режиме, и риски торгов по теханализу, они выше рынка. Вот. Зачем лишний раз рисковать? Поэтому технический анализ я исключительно использую как ручной оптимизатор торгов. То есть, что я имею в виду? Я открываю позиции в том направлении, в котором я решил торговать, исходя из фундаментального плюс коррекционного анализа. Технический анализ мне позволяет оптимизировать точку входа на моем таймфрейме. То есть, для моего инвестиционного горизонта. Вот. Ну, как это на практике осуществляется? Вот я вам покажу, когда дойдем до мета трейдера, я открою графики валюты, и там, соответственно, ситуацию обсудим уже более конкретно после восьмого слайда. А пока продолжаем. Вот. Особое внимание будем уделять кэрри трейдер. Могу побахвалиться, что я последние 10-12 лет исключительно торгую в режиме кэрри трейдер. То есть, я не открываю позиции, когда с меня вычитают слапы, а открываю только в том направлении, чтобы и по тем валютным парам, чтобы мне начисляли слапы. Например, я делаю бай новозеландский доллар-иен, я вчера делал, но не делаю сэл новозеландский доллар-иен. Я делаю сэл фунт зар, но я не делаю бай фунт зар, поскольку чудовищный в случае бай, чудовищный слапы. Я также делаю сэл евро, сэл, простите, евро зар, я делаю сэл доллар зар, я делаю сэл австралийский доллар зар. Последняя позиция очень интересная, поскольку я часто торгую, покупаю австралийский доллар против иена японской. И хеджирую эту позицию не традиционной продажи в списке иена или евро-иена, а я хеджирую в продаже австралийский доллар зар. И вам рекомендую, все более удачное сочетание. Формирование портфеля, коэффициенты Шарпа, Дженсона, Трейнера. Эти коэффициенты позволяют контролировать состояние портфеля. То есть здесь как бы два тезиса подразумеваются. Первый, торговать надо на рынке форекс не отдельной транзакцией, не отдельной валютной парой, а портфелем валютой. Тогда мы заметно совершаем риски при том же примерно заданном уровне доходности. А вот контролировать правильную компоновку портфеля можно вот этими тремя коэффициентами. Что такое коэффициент Шарпа? Ну и коэффициент Шарпа и Трейнера это соответственно отношение доходности к риску. Ну как бы понятно, что доходность к риску в целом на большой временной выборке это константа. Поскольку если серьезное отклонение на каком-то сегменте рынка, то включаются арбитражные операции, они все взад восстанавливаются. Поэтому в принципе на большой временной выборке там 10-30 лет для всех сегментов рынка соотношение риск-доходность это величина постоянная. Ну или доходность риск, чтобы понять Шарпа. Вот Шарпа в отношении доходность портфеля к риску портфеля внес еще понятие безрисковая доходность. Поэтому у него в числении не просто доходность портфеля, а доходность портфеля безрисковая ставка, доходность безриска. Делить на сигма среднеквадратичное отклонение портфеля. И здесь подразумевается, что портфель у нас слабо диверсифицирован. Если портфель сильно диверсифицирован, то собственного риска портфеля он на нуле. И у нас весь портфель это системный римчный риф. В этом случае от сигма остается только бета. И тогда у нас получается соотношение треймера. И мы соответственно доходность портфеля минус ставка безриска деленная, ну или безрисковая доходность деленная на бета, это коэффициент треймера. Вот по этим коэффициентам мы оцениваем соответственно качество портфеля. Дженсона коэффициент это, другими словами, вот в рыночной модели коэффициент альфа только вычисленный оригинальным способом. Именно полученная доходность по портфелю минус ожидаемая доходность, это альфа. И вот по величине альфа делается вывод о грамотности портфеля. То есть другими словами, если ожидаемая доходность у нас получилась резко разниться с реальной доходностью портфеля, знаешь, мы работали неграмотно, прогнозировали нелегко. А если у нас эта разность небольшая, то есть коэффициент Дженсона стремится к нулю, то в этом случае мы очень профессионально срабатываем. Что планировали, то и получили. Но есть еще коэффициенты А в квадрат, об этом как-то не буду говорить, но сразу так не могу. Следующий момент это хеджирование портфеля, он связан также с предыдущей темой. То есть при наполнении портфеля у нас обязательно должны быть позиции, не только на базе фундаментального анализа недооцененной пары или переоцененной пары, недооцененной, соответственно, бай и переоцененный селл, но и позиции страхования. Эти пути открытых позиций. Например, о чем идет речь? Если я делаю бай австралийский доллар и иена, то позиции хеджирования это селл с виз иена, или селл евро иена. Или другими словами, бай австралийский доллар и иена, селл австралийский доллар зар. То есть в первых случаях идет хеджирование по японской иене, а в втором случае идет хеджирование по австралийскому доллару. Ну и завершим наш вебинар основными рекомендациями и выводами. Итак, господа, переходим к третьему слайду. Основная идея. И евро, и американский доллар, они имеют проблемы. Вчера мы видели проблемы американского доллара, он резко дешевел на плохой макроэкономической статистике Соединенных Штатов. До этого мы видели цикл удешевления евро, поскольку ЕЦБ подстатирует большие проблемы в экономике еврозоны и, как следствие, включает печатный станок. Но при всем при этом, хуже всего дела у японской иены, поскольку в Японии печатный станок работает круглый год, и не один год, там количество смягчений постоянно идет. Кроме этого, я думаю, в ближайшие недели Банк Японии примет решение об увеличении объема в количестве смягчений, выкупа долговых обязательств рынка, в обмен на, вбрасывание на рынок этого клиента, с целью ее удешевления. Вот тезис второй. Положение доллара в среднесрочной перспективе, и в долгосрочной, тем более, с фундаментальных позиций, выглядит лучше, чем евро. Об этом говорит вот недавно, цикл несколько месяцев, недель, продолжался серьезное укрепление доллара против евро. Поэтому доллар лучше чаще покупать, чем евро. Хотя сейчас вот, как бы, чиновники Федрезерва испугались такого резкого удорожания доллара, что может нанести неэкспортно-ориентированным от россиян промышленности американский вред. Они начали делать вербальные интервенции против этих процессов. Ну, собственно, плюс вот, вышедшая вчера макроэкономическая статистика плохая, все это навалилось на американский доллар. Но я думаю, надо выждать время, когда эту ситуацию стаканится и дальше по фундаменталу торговать против евро в пользу американского доллара. Отсюда следует, что ланги в кросс-курсе лучше открывать доллар-иена и иже с ними, да, нежели евро-иена. Евро-иена лучше шортить, использовать как элемент Феджирвен. Ну, а классический элемент Феджирвен, если вы торгуете японской иеной, против нее, это сел с визь иена, покупка именно иена против шлифтарского франка. Это такой классический вариант Феджирвен. Но сейчас не хуже, это покупка иена против евро. То есть сел евро-иена. Вот четвертый тезь, это возвращаться к эритрейд и торговать до марта 2014 года. Это уже прошло, да, мы тут постоянно торгуем в режиме кэритрейд. С марта 2015 года увеличить позиции кэритрейд, так как, по моим прогнозам, Резервный банк Австралии начнет цикл повышения базовых процентных ставок. Они в аусе окажутся недооцененные, она все время будет в поддержке рынка. Пятый тезь нам говорит о том, что на информации из Китая торговать в блоке товарных валют. То есть видите, у нас несколько идей есть. Мы торгуем на статистике из Соединенных Штатов, на вербальных заявлениях из Федрезерва. Мы торгуем на вербальных заявлениях чиновников из ЕЦБ, и мы торгуем на махоэкономической информации из Китая, и каждый раз разом на валюте. Вот из Китая интересоваться блоком товарных валют, там, напомню, в первом месте снимают позначимость австралийский доллар, в смысле позначимость по реакционной информации из Китая, и потом новозеландский доллар. А вот канадским долларом можно торговать на информации с долговых рынков в Соединенных Штатах. Если там наметились какие-то перекосы, серьезный тренд по трежерис, то в этом случае, конечно, надо канадским долларом. Он очень чувствительный в динамике торгового рынка в Соединенных Штатах, в частности, безсвеки трежерий и нового. Следующий слайд. Текущие фундаментальные факторы за выбранную тактику, стратегию торгов, это первое, выбирать момент входа, когда европейские политики купят время для быков парийским активом. То есть, что я имею в виду, когда европейские политики начнут убаюкивать, трудявшись, говоря, что у нас все хорошо, все хорошо, там ситуация на долговых рынках стабилизирована, у нас кризисы уменьшаются, инфраструктурные проблемы мы решаем, тогда мы покупаем рисковые активы. Вообще, как бы, этот слайд нам говорит о том, что мы либо покупаем рисковые активы, либо их продаем. Вот евро – это рисковые активы, австралийский доллар или нежеландский доллар – это рисковые активы, а японская иена или американский доллар – это относительно безрисковые. Поэтому в периоды, когда риски покупаются, мы покупаем, соответственно, первый блок валют, а когда риски растут, и мы уходим от рисковых активов, то покупаем иену или американский доллар. Вот классическим мерилом риска являются акции. Поэтому в тесте второй дискретные ралли на рынке акций фактически означает, что риски покупаются. Тогда мы формируем портфель из лонгов по австралийский доллар и иена, новозеландский доллар и иена, канадский доллар и иена, а также из шартов, скажем, фунт-зар, евро-зар, доллар-зар, австралийский доллар-зар и так далее. Вот это все означает, все эти позиции открытые означают покупку рисков. Также риски покупают, когда наблюдается сужение спредов доходности на рынке облигаций еврозоны. О чем здесь речь? Здесь речь о том, что, например, доходность германских бунтов в десятилетиях, это бенчмаркер еврозоны, она минимальна, она ниже, чем доходность испанских или итальянских облигаций. Но вот если на рынке наблюдается рост этих доходностей, это значит, что, в принципе, риски покупаются. Но можно ужесточить требования, чтобы более надежно демонстрировать покупку рисков. Это когда доходности германских гособлигаций бунтов растут быстрее, большим темпом, чем итальянских или испанских. В этом случае, вот, наблюдается сужение спредов доходности на рынке бумаги, как следствие риск вступается, мы формируем наш портфель. О каком портфеле идет речь еще раз? Это значит, buy австралийский доллар иена, buy новозеландский доллар иена, buy канадский доллар иена, и sell фунт зар, sell евро зар, sell доллар зар, sell австралийский доллар зар. Ну, кто может, тот еще делает sell, связь за очень хорошие позиции. Четвертый тезис. Ралли на рынке коммодитис. Это тоже как бы льет воду на мельницу рисков. То есть, если цены товарных рынков растут, это значит, риски покупаются. Поскольку большинство инструментов товарных рынков являются рисковыми активами. Так, скажем, цветные металлы, драк металла, пшеница, ну и вещественные. Пятое. ФРС также делает вербальные интервенции, какие-то словесные заявления, на которые рынки активно реагируют. Поэтому, соответственно, мы ждем, что вот в октябре закончится цикл QE3. И это и отойдет к истории. Сдадим в архив. Да, и дальше будем акцентировать свое внимание на заявлениях чиновников Федрезерва Соединенных Штатов о том, когда будет подниматься ставка, базовая процентная ставка по фондам Соединенных Штатов. Вот раньше рынки ждали, что будет в июне 15-го года. Сейчас фьючерсы на процентную ставку торгуются таким образом, что есть 50-процентная вероятность, что в сентябре будет входить. А вот в июне там уже вероятность ниже 30%. Где-то 25%. Вот следующий слайд. Вот основные риски. Это наличие ряда кризисов в Европе, это остатки долгового кризиса, хотя как бы в Греции долговой кризис как в Пеникс из Петра возродился, там снова доходность 10-летних гособлигаций выше 7% годовых. То есть вот такой большой процент бюджету Греции сложно обсуждать свой долг. И они снова обратились к МВФ, к ЕЦБ с целью помочь. Не больно, ты им разогнались, помогали. Второе. Повышенная турбулентность валютных рынков. Это действительно так, мы уже давно, несколько месяцев подмечаем наличие повышенной турбулентности. Это легко на графике проверить. Турбулентность меряется шириной полосы Боллингера. Сейчас на многих активах, на разъездке Викли особенно, сформировались долгосрочные тенденции. И, как следствие, полоса Боллингера сильно расширена. Когда на рынке турбулентность или вихри, то есть нелинейные процессы, вот моделировать чисто линейными аппроксимациями, как это в техническом анализе, становится очень опасно. Можно обмануться и наломать дров, и проиграть депозит. Поэтому, чтобы этого не было, вот раз турбулентность, тут анализировать рынок несколько иными способами. Как я предлагаю, например, во главе угла ставить фундаментальный, плюс революционный, а технический анализ только для оптимизации торгов. Я еще использую анализ фрактальный, это из теории сложных динамических систем, но это отдельная тема, отдельная тезь. Третий тезис основных рисков, это глобальные корпорации руководителей фондов стали более активными в плане кеджирования валютных рисков. Это действительно так, поскольку ежедневные объемы торгов на короксе 5,3 триллиона долларов в долларовом выражении, это очень большой объем денег. Если оставить позиции нефиджированными, то можно потерять очень большие суммы. Поэтому, чтобы корпорации не несли потери и не испытывали давление со стороны валютных рисков, они, конечно, скрывают порвозные или фьючерсные контракты на свои сделки в разных регионах мира. Например, работает какая-нибудь корпорация Катерпилер американская и у нее бухгалтерия отчетность в долларах и в тысячи штатах. Но где-то за рубежом она зарабатывает в тубрике. Чтобы вот понимать, какой это доход составит в долларах, то надо заранее продать форвард этих тубриков в обмен на выход в долларах. Вот такие сделки на срочном рынке Форекс, они тоже влияют на динамику с потового рынка Форекс, это понятно. Четвертое. Возможность снижения ставки резервным банком Австралии, но это старый тезис, он сейчас не очень актуален. Сейчас актуально то, что до марта 15-го года резервный банк Австралии ставки снижать не будет, а с марта она скорее всего начнет повышаться. Поэтому до марта надо успеть запустить, купить австралийские доллары, потому что они дальше там будут выражать. Особенно против таких валют, как японские иены. Пятый тезис. Потребительская инфляция в стране имеется в виду в Австралии низка, и поэтому до марта ставки скорее всего повышаться не будут. Поднижаться они тоже не будут, поскольку этот цикл уже пройдет, и ставка 2,5% годовых, которые держит резервный банк Австралии, она фактически дно базового процента в Австралии. Должен быть какой-то катаклизм внешний, скорее всего, чтобы Австралия начала стимулировать экономику, кредитно-денежной политикой, снижением ставок. Пока я не вижу таких на горизонте прогнозированных катаклизм. Тем не менее, эксперты резервного банка Австралии считают, что в настоящий момент Ауси переоценен, и его истинно оценочность стоит где-то на уровне 0,85 и ниже, вплоть до 0,80. Поэтому крупные игроки, которые прислушиваются к рекомендациям резервного банка Австралии, они часто входят в шарты по австралийскому доллару, особенно против американского. Но я вхожу в шарты тоже против австралийского доллара, но исключительно против валют развивающихся рынка, чтобы вырабатывать свопы. Ну и то, свопы здесь относительно, например, пары пункт зар, они небольшие, австралийский пункт зар, лучше открывать шот пункт зар, а я шарчу австралийский доллар зар для того, чтобы захиджировать 2 австралийский доллар и иенский. Или на серьезных ценовых провалах, я иногда зарабатываю на курсе, покупаю ауси и против американского доллара, как это было вчера. И седьмой тезис основных рисков, это состояние рынка удовольствия, недвижимости. Ситуация здесь улучшается, изменяется к лучшему, но она все еще остается не очень хорошей. То есть, рассчитывать на хороший бизнес цикл роста не приходит. Следующий слайд. Таким образом резюнируем, открываем ланги по широкому спектру проскурсов с иеной знаменацией, доллар иена, евро иена, австралийский доллар иена. А вот хеджируется лучше всего с весь иена или той же пары евро иена. Поэтому сейчас я ланги вместо евро иена чаши открываю пункт иена или чаще делаю синтетический кросс-курс зар-ен. Но это очень легко там, скажем, сделал buy там, скажем, пункт зар и, соответственно, sell пункт доллар. Вот вам я синтезировал кросс-курс доллар зар. также можно синтезировать кросс-курс там, скажем, sell пункт зар и sell пункт yen. тогда соответственно у нас получают синтезированные buy зар ну давайте теперь перейдем на экран посмотрим метатрейдер я включаю экран вот вы начинаете видеть мой экран соответственно я на весь новый экран и сейчас а у меня не включено сочи хиба да сейчас хиба метатрейдер четвертый вот он получил сейчас посмотрю видите или нет вот видите да видите хорошо да значит переходим переходим на график переходим на график и первая валюта которую традиционно наливируем это евро доллар ну вот на виклик кстати видите какое усыдение полосы боллингера напоминаю одна четверть ширины боллингера это текущая волатильность на данном таймфрейме поэтому соответственно турбулентность поэтому такое усыдение может говорить нам о скольке волатильности наличии турбулентности но тем не менее вот длительное падение сколько недель падало евро доллар да сейчас вторую неделю он отрабатывает наверх но давление медведей очень сильное мы видим цены свечные сверху очень большой это говорит о том что медведи не собираются сдаваться рынок выпустает пар локальная коррекция вверх выходят из зоны эстемальной перепродки поэтому соответственно пар выпустят и снова встаем в шарфель там с каких уровней ну вот с этого хая очень шарфель чуть выше 1.29 копейки не вплоть до 1.31 вот можно шарфель выше я думаю рынок не будет вот если включить рабочую мою разверку 4 часов то видите уже локальная коррекция вниз началась после вчерашнего ралли и евро доллар активно продается не пробив 200 мувинг ну вот такие мувинги как 100 и 200 я постоянно делаю на экране потому что они очень значимы для рынка видите тут 100 не пробился тут 200 не пробился сейчас будет в сотой 21 сначала потом в сотой пробиваться сверху вниз не пробьется снова отскочит формировать вторую двойную вершину разворот но в целом понятно что по фундаменталке эту пару надо продавать с локальных верфлей отсюда потом вот отсюда все дадут вот стокастик на рабочей развертке он подает сигнал на селл взвешившись то есть локальными двери доминируют на этой радиусе поэтому соответственно занимаемся вот фунт доллар он вчера показывал тоже такой динамик да растущий сейчас новители посмотрим вот видите сегодня он уже снова красная свечка то есть слабее показывает себя чем евро доллар рынок снова постелят рост стокастик вошел в зону экстремальной перетроби толком не сумев бути сигнал на селл можно шарфить пару прям сычек если перейти на 4 часов то вот видим хайс которого можно шарфить после пробития мувинга 21 баланс линии полосы болинга или дождаться более определенного сигнала на селл со стороны стокастик но в целом техническая индикация нам показывает что медведи доминируют это хорошо потому что по кундаменталке эту пару надо продавать стокастик да вот а тут 4 часов даже и косвозчик уже можно искать момент продаж как вот тут было тут продаем да сейчас вот тут продавать может дождаться если вдруг верх стремнет вот отсюда 1.61 что-то продавать или 1.61 90 продавать более надеяно и тут в этот период мы будем зарубить туда вырос и стокастик пойдет в зону экстремальной перекупленности отсюда подаст 2.1 сигнал на селл вот основная моя пара доллар иена надо внимательно посмотреть и видите уже 106 там чекаблаз кем вот отсюда можно покупать уверенно потому что 109 это как минимум закончится год возможно 115 вот в следующем году точно 115 увидим потому что где не некуда двигаться кто-нибудь как девальвироваться в американский доллар вот и поэтому зная такую судьбу иена более такая судьба мы можем конечно торговать австралийский доллар иена соответственно австралийский доллар иена и соответственно я отбежал и там вот ну тут вот падение навекли да довольно здесь давайте рабочий раздет вот отсюда идет выкуп идет выкуп и соответственно я думаю рынки надо встречать и закрывать с прибылью и позицией в районе 200-го мулинга на 4-х часов 96-20 96 или хотя бы там 94-94 в районе 95-го сотом мулинга или на худой конец по верхней границе класса бонинга это 1000 вот но в целом это очень перспективная валютная пара поэтому надо смотреть примерно такая же ситуация канадского доллара тоже вот вчерашняя коррекция вниз и сегодняшний разворот на вверх ну я вчера больше торговал на желандский доллар я более активно вверх корректировал снеже австралийский пункт австралийский доллар позиции сильно вот но самые перспективные позиции конечно по кросс-курсам с валютами развивающихся на спот-ринке активно торгуется южно-африканский рэндом зара и его надо продавать вчера много пенсов я снял но оставил улучшенные позиции и они сейчас нависят зарабатывать своп каждый закроют арбасы отлично видите у меня сколько ордеров не пустят целый линь целый линь но есть ордера которые уже сработали вот эти ордера сша и вот эти трости и вот эти линь а эти есть чисто этим трости вся то есть можно эшелонированно подить небольшими объемами по 0 3 0 4 да видите метод Мартингейла очень хорош используют примерно та же ситуация и на еврозар то есть тоже очень хорошо торговали если перейти на четвертый часов посмотрите вот сколько позиции сейчас убытки да все сработали ордера и надо соответственно ждать коррекции вот уже две свечки идет коррекция дальше вот здесь встречаем текен трости да фиксируем прибыль все все кажется просто пока рынок сюда не пришел не зафиксировали прибыль у нас каждую ночь вычисляет свопы вчера они были в тайном размере очень уничтожительные сразу несколько сот долларов заработали вот ну вот такая ситуация текущая на рынке форекс господа спасибо за внимание если какие-то вопросы давайте перейдем на чат я закрываю соответственно пишите в чате кто у нас там ну в чате никто мне не пишет тогда удачных трейдов господа побольше прибылей поменьше вопросов чтобы срабатывали спасибо за внимание следующая наша встреча рекоментировочно будет во вторник все хорошо по металлам по металлам по металлам вот Оксана меня спрашивает тоже ситуация нормальная то есть цены провалились когда доллар укреплялся сейчас они отработали на рынке в общем удачи торгуйте спокойно много интересных идей на рынке торгуйте по моему все их реализовать очень сложно да но некоторые могут вполне легко и прибыль спасибо до свидания